Всем добрый день, как меня слышно? Всем добрый день, меня зовут Перепелица Николай, я являюсь мастером спорта России по рукопашному бою, и также педагогам документного образования в гимназии 147, где преподаю секцию рукопашного боя. На этой тренировке мы с вами проведем разминку, отработаем удары руками, и я покажу вам технику первого тура, то есть защита от ножей, от пистолетов в теории. Первое упражнение о разминке у нас начинается всегда с кисти рук. Ставим руки в замок, вращаем кистями. Обязательно в нашем виде спорта разминка – это очень маловажный фактор, чтобы там не травмироваться. разминаем кисти рук, локти разминаем, плечи. Обязательно тянем плечи. Вращение тазом. В полноценной разминке мы, когда разминаемся, прорватываем абсолютно все группы мышц, потому что в нашем виде спорта есть как и борьба, так и ударная техника, как и удары руками, ногами. Обязательно растяжка, насколько это возможно. Перекаты с ноги на ногу. Намного больше упражнений, это если вы будете татами. Приступим к первым упражнению – удары руками. В нашем виде спорта есть боксерская техника, боксерская техника, борцовская техника. Тоже самое тэквондо, карате – все удары ногами. Мы сейчас поработаем над ударами руками. У каждого человека своя есть индивидуальная стойка. Те, кто пишут «правая рука», «то правша», «то левша» у них абсолютно разные стойки. Есть человек «например» правша – у него правая нога стоит сзади, левая нога стоит впереди. Правая рука стоит возле подбородка, левая рука впереди стоит. Человек – это стойка «правши». Наоборот, правая нога вбality среди, левая нога сзади – это стойка «левши». То есть там вы уже встаете так, как уже вам удобно Бывает, что правша стоит в стойке левши То есть это уже у каждого все по-разному Я правша, я встаю в свою стойку Вот моя стойка Как наносить удары руками? Прямые, сейчас мы поработаем над прямыми ударами руками Обязательно ножки должны быть согнуты чуть-чуть в коленях Ноги должны быть на ширине плеч И шаг вперед сделали Это ваша стойка левши Вот вы встали Ножки согнуты, руки у подбородка Локти смотрят всегда вниз То есть ни в стороны, ни вверх Всегда в них смотрят вниз Руки положили на свои лебра, лопатки, все встали Подвигались Ножки почувствовали, что стоят, все правильно Вы должны быть мобильны, все должны двигаться, все сделать правильно Все, встали Как наносить удар передней рукой? Обязательно перед тем, как вы бьете, нужно сделать подшаг левой ногой То есть подшаг должен быть маленький Подшагнули, убрали ногу, подшагнули, убрали ногу, подшагнули, убрали ногу Правая нога при ударе левой рукой, она толчковая То есть правой ногой вы задаете себе движение, вы ей толкаетесь Толкаетесь вперед То есть вот вы встали Перед тем, как вы ударили Правую ножку загрузили Ей оттолкнулись и сделали подшаг левой ногой Выбросили ручку Обязательно, когда вы это отрабатываете Кулаки должны быть сжатые То есть вот Поставили пальчики Большой палец наверху остальных Все, встали Вот вы двигаетесь, двигаетесь Без прыжков Двигаемся Зайтили правую ножку Ей оттолкнулись Подшаг левой ногой сделали Ударили руку Удар наносится строго вот двумя костяшками Указательным пальцем и средним пальцем И кулак слегка доворачивается При правильном ударе Когда вы вынесете руку У вас должно быть вот такое движение То есть плечо Плечо мы своим должны закрывать Все подбородок Ножка должна быть согнута Правая нога должна Пяточка слегка будет оторвана от земли Правая рука вся находится на месте При ударе левой рукой Ударили Вернули Еще раз Ударили Вернули Обязательно делаем так Чтобы у вас плечо касалось подбородка То есть ударили Вот накоснулась у меня подбородка Я посмотрел что у меня все правильно Вернул свою руку на место Снова встали Подвигались немножко Раскидали чтобы не забивались мышцы Снова встали Подвигались вперед Назад На ногах Ножки должны работать как пружинки Если ножки будут прямые Ничего не получится То есть вот встали Ножки прямые Согнули ножки Все двигаемся Двигаемся Опять заряжаю правую ножку Толкаюсь Толкаюсь и вперед Левой ногой делаю подшаг То есть раз Ударил Все посмотрел что все правильно Плачок довернул Костяшки Вперед подставил Плечом закрылся подбородок Правая рука на месте Свернулся Так отрабатываем Не менее трех минут Это упражнение должно быть Оно работано как часы Далее добавляем удар правой рукой Как у нас бьется удар правой рукой То же самое что и левой рукой Когда мы бьем левой рукой У нас вся левая часть Она выходит слегка вперед То есть не так что прям Выворачиваться Вот ударили Она вышла сейчас левой вперед Вернулись Правый бьем удар Все то же самое Когда бьем правой рукой У нас вся правая сторона Выходит вперед То есть удары начинаются с ноги С ноги, бедро Корпус, таз, плечо И потом уже выбрасывается рука То есть мы сейчас просто встаем То же самое Двигаемся Двигаемся Обязательно когда бьем правой ногой Правой рукой Правая нога Она проворачивается На подушечке На носке То есть встали Готовим удар Начинаем двиг Движение Вот с ноги Нога пошла Пяточка отрывается Таз выкручивается И отсюда уже выходит рука То есть вот такое должно быть Обязательно ножки снова должны быть согнуты Сейчас я нагрузку на левой ноге То есть я упираюсь на левую ногу Ударил Верну Снова встал Подвигался 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 Снова Раз Ударил То же самое Плечо закрывает подбородок Две костяшки Уходят вперед Вот они Все вышли Встал Подвигался Почувствовал что я устойчиво стою Вернулся в стоечку Снова начинаем движение Движение снова начинается Все с ног Двигаемся Двигаемся Только как я уже начинаю бить правой рукой Тот же самый раз Сел на правую ногу И отсюда уже начинаю удар То есть она снова выкручивается на носочки Нога Таз Плечо И потом уже идет удар Ударили Почувствовали что стоит устойчиво Что все правильно Вернули в руку Сверхнулись Теперь уже отрабатываем два удара Связываем левый прямой И правый прямой Здесь уже должно быть движение ног Все удары руками Идут от движения ног Если ноги опаздывают Удары руками могут не получиться То есть сейчас снова встали в стоечку Двигаемся С ноги на ногу Ножки согнутые Заряжаюсь правой ногой Делаю ей толчок Спаршак левой рукой сделал Левой ногой Удар левой рукой Посмотрели что все правильно После того как рука возвращается Точно так же как она его выносилась То есть рука возвращается по той же траектории на место Проворачивается правая нога Тоже с небольшим подшагом вперед Подшагнули Выворачиваем И вносим удар Все Вот ваше положение Все встали Зафиксировались Попробовали что все так как нужно Вернулись Снова встанем Опять двигаемся Опять удар левой рукой Правой рукой Почувствовали Зафиксировались Эти движения нужно отрабатывать минимум по 3 минуты И несколько раунд В зависимости от того Как вы хотите чтобы у вас был результат Сейчас отработаем еще боковые удары Руками А затем уже перейдем на технику первого тура Как бьется боковой удар Как бьется боковой удар Боковой удар Наносится с небольшим подсадом На ногу Если это левая рука Садимся на левую ногу Если это правая рука Садимся на правую ногу То есть что мы сейчас делаем Плечи у нас вот Сутурились Все подставили Плечи Плечи плечами Мы тоже защищаемся То есть Защита тоже Это немаловажный фактор Встали Двигаемся Можно бить через Прямой боковой Мы сейчас поработаем Просто через Уплончик Через маленький подсад То есть Сели Двигаемся Двигаемся Ручки подняли Локти смотрят вниз Сели на час Делаем такое движение Такую небольшую скруточку И садимся на левую ногу То есть Вот я двигаюсь Вот и раз Скрутился Сел на левую ногу То есть Левая нога сейчас под нагрузкой Правая рука на месте Левая рука на месте И отсюда Делаем вот такое движение То есть рука сначала Идет по траектории вперед А потом она уже Закручивается вот сюда Вбок Плечо Локоть Кисть Кулак Должны быть на одном уровне Нога выворачивается Для силы удара Встали в стойку Правой рукой Все то же самое То же самое Двигаемся Двигаемся Скрутился сюда Сел на правую ногу Здесь то же самое Рука выносится вперед Вот она пошла вперед И потом уже Перед тем как она уже будет Разгибаться Она должна закрутиться Сюда вбок Все Удар нанесен Обратите еще раз внимание Плечо Локоть Кисть Все находится на одном уровне Не вот так Не вот так Все на одном уровне находится Кулак можно ставить Как вот так Как и так То есть это уже У каждого человека Это уже как бы Все пословно Кто-то бьет так Кто-то бьет так Это у всех по-разному Еще раз Отработаем Теперь же с ударом С премиуманами Боковой То есть встали Наносим Левый Левый Прямой Раз И отсюда уже пошел Боковой То же самое Рука возвращается Пошла правая рука И закручивается Все Все на одном уровне Руки на месте Встали Подвигались Вернули ручку Теперь бьем Левой рукой Боковой То же самое Встали Встали Удали Правой рукой Закрутились Чуть И отсюда Правая рука Возвращается Наносится удар Левой рукой То есть у вас Не должно быть Вот такого движения Не отсюда Должен быть Наносится удар Не отсюда удар Вот все ручки Строго У подбородка Удары Все наносится Отсюда То есть встали Правую руку Возвращаю Влевая Пошла Отсюда С ударом Удар должен быть Чуть-чуть вперед Рука уносит И потом Уют Флаг Закручиваю То есть вот Бам Бам Встали Бам Бам Встали Эти удары Лучше отрабатывать связки Чтобы потом Вам было В дальнейшем Уже проще работать С этими ударами И вы Будете больше понимать На этом Моя ударная техника Продемонстрирована Это были только Маленькие Детские ударчики Переходим Уграждением Первого тура То есть это Самооборона Сейчас я вам не смогу Показать всего Как это все делается На практике Вклада Но Теорию более-менее Я вам смогу показать То есть что такое Самооборона У нас Это понятие Самооборона От пистолета От ножа От палки Вот Допустим Ситуацию Удар Тачковый Ножом В грудь То есть Как это делается Соперник Стретит Перед вами Его Маленькие Делают удар Ножом В грудь То есть Прямой удар Ножом В грудь Естественно Мы же будем защищаться Что самое главное При самом Вроне Вот ножа Мы всегда Должны Смещаться С линии Атаки То есть Если это Прямой удар Я смещаюсь В бок Если это Там Верхний удар Я тоже самое Смещаюсь В бок Сделаю Подставку То есть Сейчас мы Рассмотрим Удар Тычковый Ножом В грудь Представим Что меня Бьют Вот Тычковым Ножом В грудь Что я делал Я защищаюсь Как Я стою То же самое С ним Всегда В стоечке То есть Мы не будем Так стоять Сейчас Давай Встали В стоечку Перед ним Он начинает Бить Стичковым Ножом Стичковым Ножом Вы что делаете Вы смещаетесь В сторону Кистью Свою кисть Ложите ему То есть Вот Вот сюда На эту кисть Вот Вот так Вы смещаетесь Делаете Стополите ему руку Второй рукой Берете его Вот так На кисть Обязательно После этого Должен быть Ослабляющий удар Ослабляющий удар Либо в голень Бьется Либо в пах Бьется То есть Сместились Сильние атаки Раз Пробили Ослабляющий удар Потом беретесь Большими пальцами Ему Вот так Вот сюда Пальцами Пальцами Уже давите Уже в саму ладонь Взяли То есть И делаем Скручивающее движение То есть Если это у него Правая рука Вы делаете И вправо Если это левая рука То соответственно Вы уже и смещаетесь В другую сторону То есть Вот все Я ушел Раз Пробил Ослабляющий удар Взял захват И тащу Скручиваем руку Сейчас вот так Я могу скручивать Скручиваю руку Соперник падает Я перед ним Вот так не останавливаюсь То есть Я должен соперника Растянуть То есть Я делаю такое движение Чтобы его рука Была у меня в ладони Отхожу назад А он должен лежать На животе После этого Я уже заламываю руку И уже даю команду Встать Колени под себя Встать Идем прямо Обязательно После того Как вы уже Так сказать Вы победили Своего соперника У вас должен быть Контроль его То есть Вы должны его Плотно взять За руку Заломать Второй руку Вы должны Подсунуть ему под шею Чтобы он не мог Крутиться И вертеться И уже дальше Вы летите с ним И командуете То есть Это вот Такие у нас приемы Я вам сейчас Так не смогу Все объяснить Конечно На теории Но в практике Это все очень Выглядит Правдиво И достоверно Но есть еще Такие удары Как удары Ножом сверху Удары Ножом боковые Удары Идут Сейчас рассмотрим Удар сверху Ножом Представляем Что соперник Бьет мне Ножом сверху То есть Движение Он Бьет мне Ножом сверху Что я делаю То же самое То есть Он бьет Моя кисть Должна быть Вот здесь Мне вот здесь Ни рядом С ножом Напротив И вот его запястья Моя кисть Должна быть здесь То есть Что я делаю Я стою Тоже самое К строчку Соперник Начинает Бить Ножом Я опять Смещаюсь В стороны выставляю свою руку то есть как блок то есть его кисть должна играть у меня вот здесь я смещаюсь беру захват тоже самое ослабляющий удар ослабляющий удар потом свой соперника уже не так как прошу сразу вытягиваю в сторону тяну на себя чтобы его рука была у него здесь возле живота плотно прижимаю вы должен живут выбить его нож и отсюда я потом уже начинаю скручивать другую сторону то есть тем же самым захватом большими пальцами вложу сюда вот здесь должны большие пальцы остальные должны быть на ладошке то есть вот такой захват должен быть получается и отсюда я уже утягиваю в сторону то же самое растягиваю то же самое делаю те же самые команды колени под себя встать прямо обязательно после того как вы выбили оружие и уже скомандовали что встать там идем прямо доходите до оружия которое у вашего соперника командуете ему ноги под себя то есть на соперник садится вы подбираете это оружие и еще такой момент что оружие не должно быть рядом с соперником то есть когда вы подходите с соперником к оружию оружие должно быть с вашей стороны свободным не там где соперник а там где ваша сторона свободна и вы должны как минимум сделать так чтобы соперник не смогли дотянуться вот так поэтому это только основные такие более-менее упражнения есть еще удар боковой то есть боковой добьется допустим у нас лезвие ножа вот этой стороны здесь лезвие ножа уже не соперник начинает размахивать справа лево там махает махает что мы делаем мы не сразу подходим к сопернику и выхватываем нож то есть мы должны вызвать момент когда когда соперник делает обратное движение там где у него уже нет ножа с этой стороны уже нет ножа то есть допустим он на число 1 2 начинает меня бить что я делаю вот я представляю перед собой как циколик машет ножом нож у него сейчас лезвие с левой стороны от меня то есть что я делаю когда он не бьет уже вот так я пропускаю после того как он возвращает я уже делаю шаг для сближения к нему тем же самым захватом то есть одной рукой я блокирую второй рукой я его беру за кисть затем тоже самым ослабительный удар это либо в боли либо в пах все его поймал нанес удар они сюда и здесь уже так как бы уже состоит я уже могу его судить в другую сторону то есть здесь я уже мне уже не нужно вытягивать на себя убивать ему нож здесь я уже поймал сделался разогляющий удар и тут я уже могу сразу повалить на землю во всех этих упражнениях должен должно быть плотность захвата то есть если у вас захват будет плотный то прием получится с вероятностью минус 9 процентов если же у вас не будет этой плотности захвата крепкого захвата короткой дистанции с ним тогда эти упражнения уже могут не получится вот на этом как бы моя тренировка подходит концу все что я смог рассказать вам за такой период я рассказал в основном все эти приемы эти прием они проводятся на практике то есть одному очень сложно донести если показать без партнера будет очень трудно донести это все делается только на практике только с партнером но сейчас вы можете после того как мы позанимаемся проведем эту беседу вы можете отрабатывать прямые удары те то есть которым отрабатывать прямые удары боковые удары то есть это все можно отрабатывать самому стоя перед зеркалом вы носите своей правильностью и не торопиться приемы самообороны это уже только парное парное занятие и этот уже кропотливый труд этому нужно учиться очень долго вот поэтому всем желаю быть здоровыми заниматься спортом и тратить свое время на нехорошие дела старших своих тренеров своих родителей всех ждем на нашей базе православного спортивного патриотического клуба десантник который находится на добровелу 22 гимназии 147 то есть от самого маленького возраста это у нас 6 7 лет и то есть уже по 17 дальше из пьюши не превышаем вас на занятия после того как пройдет эта вся пандемия будем становиться с вами вместе сильными и здоровыми всем спасибо с вами был николай перепелица мастер спорта россии по рекупашному бою